Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале Экзегет вместе с вами размышляем над словами Священного Писания. И сегодня вашему вниманию хочется предложить размышления над такими одновременно и простыми, и в то же время таинственными словами Господа Иисуса Христа из Евангелия от Матвея, из 10 главы, 34 стих. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю, не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матери ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». Удивительные слова, дорогие друзья, как, собственно, и все, что сказано в Евангелии. В Священописании нет ни одного бесполезного слова, ни одной бессмысленной заповеди. И вот эти слова, которые, разумеется, испокон веков многих, многие пытливые умы, которые читали это место Священописания и по-разному его трактовали. Неужели же Господь, а здесь прямо и недвусмысленно, Господь говорит, не думайте, что я пришел принести мир на землю. В то же время это может показаться противоречащим с другими фрагментами Священного Писания, где Господь говорит, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю. А здесь сказано, не мир пришел я принести на меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее. Как правильно понимать эти слова? Давайте обратимся, чтобы не своими словами говорить, к святоотеческому толкованию. В миссионерских письмах святителя Николая Велимировича есть очень глубокое и в то же время простое и понятное истолкование этих слов. Письмо 9. О значении слов Христовых не мир пришел я принести на меч. Послушайте, пожалуйста, кому интересно. Неужели такой праведный и милостивый человек не понимает глубинного значения этих слов? Думаю, что ты понимаешь его, только ищешь подтверждение. Праведным и милостивым Господь сам открывает тайны свои. Если бы ты был единственным кузнецом в Иерусалиме, когда иудеи распинали Господа, некому было бы выковать для них гвозди. Не думайте, что я пришел принести мир на землю, не мир пришел я принести на меч. Так сказал Господь. Читай это так. «Не для того я пришел, чтобы помирить истину и ложь, мудрость и глупость, добро и зло, правду и насилие, нравственность и скотство, целомудрие и разврат. Бога и мамону, нет, я пришел принести меч, чтобы отсечь и отделить одно от другого, чтобы не было смешения». Чем же отсекаешь, Господи? Мечом истины. Или мечом Слова Божия, так как это одно и то же. Святой апостол Павел советует нам, возьмите меч духовный, который есть Слово Божие. Послание к Ефесинам, 6 глава, 17 стих. Святой апостол Иоанн Богослов в Откровении видел Сына Человеческого, сидящего посреди семи святинников. Из уст его выходил острый с обеих сторон меч. И в Откровении апостола Иоанна Богослова, 1 глава, 12-16 стихи. Меч, исходящий из уст, не что иное, как Слово Божие, Слово истины. «И этот меч и принес Иисус Христос на землю, принес ради спасения мира, но не ради мира добра со злом». Вот обратите внимание, Господь принес Слово Свое ради спасения мира, но не для того, чтобы примирить в этом мире добро со злом, смешать все в одну кучу. «И ныне и присно, и во веки веков». Правильность этого толкования подтверждают дальнейшие слова Христа. «Ибо я пришел разделить человека с отцом моего и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. Если сын пойдет за Христом, а отец останется во тьме лжи, меч истиной Христовой разделит их». Истина не дороже ли отца? Если дочь пойдет за Христом, а мать будет упорствовать в отрицании Христа, что общего может быть у них? «Христос не слащили матери. То же самое между невесткой и свекровью ее». Разумеется, дорогие друзья, всегда, когда мы это место читаем, и сколько поколений людей на этом приткнулись, и понимая это слишком буквально своим плотским умом, могли подумать, что Господь призывает ими к такому семейному разделению, самых близких людей, чтобы рвать родственные узы. «Но не пойми это так, что тот, кто познает и возлюбит Христа, должен сейчас же телесно отделиться от своих родных». Это неправильно, подчеркивает святитель Николай. «Об этом не говорится. Достаточно отделиться душой и не принимать в нее помыслов и дел неверующих». То есть, если ваши близкие родственники не веруют во Христа, сознательно его отвергают, хулят и поносят, попирают заповеди Божии, внутренне своей душой отделиться от помыслов и дел неверующих. Речь не идет о том, чтобы отделиться от людей, близких к тебе. «Ибо если верующие немедленно отделялись бы от неверующих, в мире образовалось бы два враждебных лагеря. Кто бы тогда учил и исправлял неверующих? Сам Господь три года терпел рядом с собой неверующего Иуду». Мудрый апостол Павел пишет. «Неверующий муж освящается женой верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим». Это первое послание Коринфянам, 7 глава, 14 стих. «В заключение приведу тебе духовное толкование те слов Христа, блаженным Феофилактом Охридским. Под отцом, матерью и свекровью подразумевай все ветхое, а под сыном и дочерью все новое. Господь же хочет, чтобы его новые и божественные заповеди победили наши старые греховные привычки и обычаи». Таким образом, слово о мече, принесенном на землю, вполне соответствует Христу, миротворцу и миродавцу. «Он дает свои небесные ели всем, кто искренне верует в Него. Но Он пришел не для того, чтобы примирить сынов света с сынами тьми». Вот такое письмо святитель Николай заканчивает словами «Мир вам и Божие благословения». Будьте здравы и Богом хранимы, дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok